В управлении Федеральной налоговой службы по Рязанской области отмечают, что решение проблем легализации теневой заработной платы продолжает оставаться одной из приоритетных, самых актуальных и острых задач на сегодняшний день. При этом основным методом работы с налогоплательщиками, использующими серые схемы выплаты зарплаты, является их персональное заслушивание на заседаниях комиссий и рабочих групп различных уровней. Так, в 2018 году в рамках предотвращения несвоевременного перечисления ДФЛ налоговыми органами было заслушано 653 налоговых агента, работодателя на таких комиссиях, и из них 81% или 529 работодателя уплатили за должность в размере почти 48 миллионов рублей. В результате работы таких комиссий заработную плату повысили более 1200 работодателей. На пресс-конференции напомнили, что незаконное уклонение физических лиц от уплаты налога влечет за собой определенные последствия. Получив требования, гражданину придется оплатить не только сумму налога, но и пение рассчитанное, исходя из каждого дня просрочки уплаты налога. В отношении граждан, которые, несмотря на требования, по-прежнему не исполнили обязанности по уплате налогов, налоговыми инспекциями Рязанской области инициируется судебная процедура по взысканию за должность за счет имущества. Сведение о задолженностях не является налоговой тайной. Данные содержатся в государственной информационной системе о государственных муниципальных платежах. Так что тем, кто заботится о своей репутации, лучше вовремя выполнить свои налоговые обязанности и не вынуждать налоговые органы применять меры по взысканию долга. Банк, например, или работодатель, который принимает к себе на работу, может без труда в интернет-ресурсах увидеть сведения о том, взыскивает свою задолженность приставами. На пресс-конференции рассказали об информационно-просветительской акции «В отпуск без долгов». Не все владельцы имущества вовремя исполняют свою обязанность по уплате налогов. И часто многие из них не знают, что они находятся в списке должников. Так, в этом году мы проводим кампанию под звучным названием «В отпуск без долгов». С июня по август текущего года все обратившиеся на прием налогоплательщики, независимо от того, за какую услугу они пришли в налоговую инспекцию, всем налогоплательщикам будет предложено проверить наличие или отсутствие задолженности по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц. Получить информацию о наличии и отсутствии задолженности по налогам возможно несколькими способами. Лично обратившись в налоговую инспекцию, предъявив паспорт или документ, удостоверяющий личность, или воспользовавшись интернет-сервисом Федеральной налоговой службы России. В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова